Ассаламу алейкум, здравствуйте братья и сестры, с вами Котша ТВ, совсем недавно мне мои братья стали кидать видеоролики Миши Маваши, если честно я особо не знаю кто это, но пишут что это какой-то известный блогер, я просто не слежу за его творчеством, но что меня если честно говоря возмутило то что данный человек как я понимаю не разобравшись в законодательстве Российской Федерации в самой сути проблеме взял и полностью поддержал действия ОМОНа, которые были совсем недавно в отношении нас мусульман, вы все прекрасно знаете что совсем недавно проводились массовые рейды в молельных домах, в Держинске, Котельнике и Белой Даче, куда я кстати хожу, давайте я вам просто продемонстрирую что он сказал, ну и разумеется прокомментирую в чем же он не прав Смотрю по поводу новости как в молельной комнате сработал ОМОН, что вот обувь не сняли, все бойцы ММА, мусульмане массово стали записывать видосики, как они недовольны, как оказывается все это неправильно и так далее Я об этом печатно говорил, в печатном виде скажу, теперь вот так Еще раз говорю Да, это нормально, что в исламе есть определенные как бы правила, да, так же как в православии разных религий Но вы не путаете ваши правила религиозных убеждений и силовые структуры Еще раз, ребят, да, я тут на паузу поставлю, вот человек говорит, вы не путайте, вот в исламе, да, а вот у нас так и все в этом роде Я просто хочу заметить специально для Миши Маваши, да, по законодательству, да, сотрудники ОМОНа не должны превышать свои полномочия И уж тем более задевать чувства верующих, да, и поверь мне, если бы то же самое было в отношении вас, ну, если я так понял, ты являешься христианином, да, в отношении вас христиан Да, если ты атеист, то извини, да, что привисал тебя к христианам То я бы точно так же заступился за вас, христиан Почему? Потому что вот представьте себе, да, если в храм, в церковь врываются сотрудники ОМОНа Там кричат матом всем лежать и все в этом роде Применяют огнетушители, ну, и начинают оскорблять христианскую веру Правы ли в этом случае будут сотрудники ОМОНа? Конечно же нет И я как мусульманин, да, вы все прекрасно знаете, я уже не разу вступался за наших братьев-христиан Я выйду и скажу, что это неправильно, да, по отношению и к христианам, и к мусульманам И хочу заметить, что когда рейды только-только начинались, да, я был в одном из молильных домов Это Белая дача, туда пришли сотрудники ОМОНа И при мне они себя очень хорошо вели Вот вы удивитесь, да, вот некоторые наши братья Они не стали вламываться, никто из них не матерился, да, они почему-то, ну, когда были только первые рейды Начинались, да, вели себя достойно, я бы сказал, да, русские парни, да, которые сами мне потом, ну, сказали, что они русские Они перед тем, как зайти в мечеть, да, они сначала у всех там, ну, проверяли документы, а потом разули обувь Это делал ОМОН, чтобы вы понимали, да, прикинь, Миша, они взяли, разули свою обувь и зашли в мечеть Без, кстати, оружия, да, ну, потому что они поняли, что нету никакой угрозы опасности, да Если там кто-то из наших братьев захотел бы конфликтовать, мы бы сами взяли бы его, остановили Опять же, это была обычная проверка миграции, да, там пару человек, грубо говоря, поймали, да, что у них там, ну, не то, что поймали, да, а проверили Выявили, что вот у них какие-то несостыковки по документам и спокойно взяли, отвезли в отдел и дальше, опять же, составлять административные акты, да, и все в этом роде Но то, что делалось в последние дни с сотрудниками ОМОНа, я так понимаю, что это было с чьей-то подачей, да, потому что почему-то в первые разы Они действительно нормально работали, проверяли миграционку людей, а вот потом уже, да, у меня масса вопросов Ну, как это так, да, то есть, как будто действительно кто-то это заказал Это, вы понимаете, что это, ну, разный уровень, абсолютно Есть силовая структура, есть силовая операция, в которой есть необходимость На которой дана задача, разрешение Именно так ее проводят Как вы это видели? Я обязательно, ну, вставлю видеокадры Просто, чтобы вы понимали, как ее проводят Ну, врываться в молельный дом, когда наши братья совершают намаз Всем лежать, да, и все в этом роде Как будто, ну, мы какие-то террористы, но это неправильно Да, я еще раз говорю, да, то есть Когда первый раз были рейды, да, начинались в отношении нас, мусульман Просто проверки, да, абсолютно нормально, да, это было Мы же не против, на самом деле, чтобы проверяли миграционку, да Но когда потом уже последовали жесткие рейды, да, с нарушением законодательства Превышение должностных полномочий и задевание нашей религии, да Ну, вы видели, да, что вот там сотрудник ОМОН Вот вы ноги моете в раковине и все вот в этом роде, да Ну, как бы есть специальные раковины и для ног, да Где специально, чтобы мусульмане и ноги помыли Есть специальные, понятно, раковины и для рук Ну, как бы и то же самое полотенце, да Как вы все прекрасно знаете в отелях, да Есть и для ног, и для рук, и для лица Ну, то есть, странно, конечно, что сотрудник ОМОН этого не знал, да Но даже вот удивительно, да, что как бы Ну, можно же было еще раз, я говорю, подождать на входе, да, на выходе Да, видно же было, что никто из мусульман не сопротивлялся, да Мы, наоборот, все, грубо говоря, соблюдаем законодательства Российской Федерации Если кто из нас начнет быковать, да, да мы его сами остановим Скажем, брат, как бы, ну, нужно соблюдать законы Российской Федерации, да И я еще раз говорю, ислам это религия мира и добра Чтобы там, ну, никто не говорил и как бы не преподносили Ну, в общем, вы все сами увидели Да, то есть, там у него четырехминутное видео Я не хочу полный показать данный бред, да Ну, по-другому я никак не могу сказать Если Миша Маваши со мной не согласен, да Хотя ему советую подучить законодательство Российской Федерации Он спокойно может выйти со мной на связь Я буду только рад провести с ним дебаты И научить законодательство Российской Федерации Все-таки я не зря учился на госслужащего, да И что я хочу сказать, братья и сестры, да Совсем недавно мы создали канал Мусульманская Ума Где все мы, мусульмане, объединяемся Ну, и поднимаем важные вопросы, да Вот, касаемо даже последнего инцидента Поэтому обязательно не поленитесь Вот нас уже больше трехсот тысяч на канале, да А на том канале более уже трех тысяч, да Но этого все равно мало, да Там именно собираются наши братья, да, касаемо мусульман Но я также говорю, что если кто-то из наших братьев христиан Да, захочет зайти и посмотреть, что там Да даже кто-то из братьев атеистов, да Потому что не стоит забывать, да Я сам раньше был атеистом И потом, маршалла, принял ислам Да, поэтому можете зайти, посмотреть, ознакомиться Ну, а с вами был Коча ТВ Всем спасибо, пока-пока